Маленькая интуитивная игра Перед вами три камушка Если кому-то очень интересно Это гематит, это садолит И это лунный камень Но я советую выбирать интуитивно Я уже это говорила, но повторяю еще раз На всякий случай Для тех, кто впервые оказался на канале И вообще не понимает, о чем речь Это игрища интуитивные Я приветствую вас, заглянувших на огонек И всех постоянных зрителей тоже Здравствуйте, дорогие друзья Я приветствую вас Тем, кто смотрит Периодически или регулярно интуитивные игры И умеет ими пользоваться Вам объяснять не надо Для тех, кто впервые видит, что это такое То перед вами камень Вы будете интуитивно выбирать Для своего вопроса Какой-то из камушков Или на каждый камушек По вопросику Кому как нравится И будете спрашивать о какой-то ситуации Потому что в жизни бывают моменты Когда нам хочется, чтобы нам подсказали Как же лучше себя вести Например, в отношениях с кем-то Или какая-то ситуация сложилась На работе, с родственниками И мы не уверены Все-таки нам надо быть более боевыми Или хвост поджать, скажем так Вот нам и подскажут Как лучше действовать И как не стоит действовать Также эти совет-антисовет Которые янцевые совет Антисовет То есть плюсы, минусы Как стоит действовать Как не стоит действовать Можно смотреть Что будет помогать Или кто Если это персонаж И что или кто будет мешать Так что надо Креативненько использовать эту игру Креативненько Итак, подумайте о ваших ситуациях Как вопрос задаете Так ответ и звучит Потому что иногда меня потом в комментариях Вы переспрашиваете А вот если я Ну если я задаю вопрос Допустим Мои отношения с Подумала о человеке В течение Обязательно надо срок какой-то ставить В течение стольких-то месяцев Как мне лучше себя вести И как не стоит Чего не стоит делать И вот показывают саму ситуацию Либо того человека О котором я думаю Потом мне дают совет И что-то не рекомендуют Что непонятного Но все же понятно Так что будьте внимательны Как вы задаете вопрос Время Себе дайте Минуточку Возьмите листик Запишите Как вы его задаете Чтобы потом Вы могли понять Что же вам ответили Итак Все Хватит болтологии Поехали Первый камушек Если вам надо больше времени Ставьте на паузу Пожалуйста Так Сама ситуация Как ее Опишут Для вас это контрольная карта Потому что если не соответствую Значит Что-то не пошло не так Сама ситуация Ту спинтакли Это какая-то возможность Которая есть у человека Это вот такое С чистого листа То есть Начинаем новую главу Перед нами открывается возможность Или нам дают какие-то ключи Открываются двери Мы получаем своего рода как подарок Если можно так выразиться То есть Что может это быть Может это быть хорошее Может быть это плохое Когда это бывает плохим Когда допустим Вот у нас были Что-то у нас было в жизни И вдруг это что-то ушло И мы оказались в ситуации Что мы начинаем В принципе с чистого листа Это не так-то плохо В глазах вселенной Это перед тобой Как говорится Возможности Новые Новая жизнь Давай Иди Открывай Делай Начинай То есть это неплохо Но мы же люди Мы начинаем там Цепляться за старые За прошлые И так далее То есть Речь идет о какой-то Реальной возможности Либо о каком-то подарке Либо о каком-то новом Начинании Или возможности Начать что-то новое Так Совет И что делать не надо Здесь вышли два рыцаря Совершенно разные По Естественно По характеру На дне колоды Семь кубков Семь кубков Это у нас карта Либо запутанности Либо собственных Заблуждений Либо иногда Эйфории Какой-то И Такой вот Ну я Я называю ее Каша-малаша Потому что Действительно Мы ощущаем Такое что Перед нами Такое вот Нечто Просто Месиво Из чего-то И в этом Чем-то мы Того что надо Мы не видим То что Там нету Мы вдруг Нам это показалось И так далее И тому подобное Может быть Состояние Ваше По этому поводу Показывают По поводу Этого нового начала Или возможности Нового начала Так Смотрим Два рыцаря Но разных Да Здесь у нас Вышло В качестве Как надо действовать Как не надо действовать Здесь очевидно Что Тут человек У нас Адекватный Как бы Спокойный Парень Да Он Не спеша Едет с подарком Как порядочный человек К даме Да Она его там Встречает Машет О-о-о Привет Я рада Вот Здесь Простите Этот дурень Ломится в дверь Этот кентавр Так не надо действовать То есть Здесь понятно Что да Если мы говорим Об образе действий Во-первых Чего бы это ни касалось Ну об отношениях Здесь просто даже Просто даже Не Не обсуждается Это Прям даже Наглядно Визуально Очевидно Что надо делать Что не надо Надо быть Спокойным человеком Порядочным Последовательным Позвонил Предупредил Коробку конфет Не забыл купить Да Едешь Она уже там Нарядилась Ждет тебя В общем Все чтобы нормально было Вот Не надо так вот Вдруг прискакал И в дверь Открывай мне Люська И я пришел То есть Так делать не надо Потому что Это будет неуместно Совсем Вот Ну это конечно Я так В шутку Но в этой ситуации Нельзя С бухты-барахты Сломя голову Нестись Тут надо Спокойно Спокойно Главное Это очень Это вот важное слово Ключевое Спокойно Последовательно Просчитав Все Поняв Ага Мне надо сделать Вот это Начать действовать Планомерно Шаг за шагом Последовательно Вычеркивая Так сказать Сделанные пунктики Из списка Надо быть осторожным Немножечко Чуть-чуть таким Вот Ну как Прагматичным Как минимум Да Хитреньким Ну то есть Такой вот Просто здравый Расчет должен быть Должны соблюдаться Приличия Должно сохраняться Спокойствие Рыцарь мечей Это Всегда спешка Всегда гонка Всегда срочно Всегда Агрессивно Бросается На людей Так сказать Как разбойник Как бандит Да Вот Так действовать Не надо Кто может помочь И что может помешать Если Вот в этом начинании Допустим Вы не одни И там есть еще люди Не исключено Что вот такой вот Человек Который умеет считать Спокойный Рукастый Практичный Ну не знаю Вот Знаете Который Разбирается В этом деле Он может выглядеть Немножко нутноватым Таким Вот Слишком правильным Сейчас мы посчитаем Подожди Не торопись Ла-ла-ла Вот он может помочь А вот это Ща мы тут Бегом Быренько Вот такой вот Типаж Такого Слишком Может быть он и умный Может быть он и шустрый Может быть он и смелый Но в данном случае Это неуместно И он может только Спанталыку сбить К сожалению Этот товарищ Так что учитывайте Этот факт Если еще что-то придет Конечно я вам Это озвучу Пока я стороночку Отвожу те карты То есть торопиться Не надо точно Торопиться В этой ситуации Не надо Все правильно Грамотно рассчитать И уже Тогда Начинать Спокойно действовать В правильный момент То что как раз Чем рыцарь Пентакли И занимается И причем Видите как Может сложиться Ощущение Что Ой е-мое Надо же бегом Быстрее штурмом Брать Ничего подобного Здесь в этой ситуации Важно Начать В правильный момент Потому что Спешка хороша Иногда хороша Но не здесь Вот Рыцарь Пентакли Он тем и хорош Что Пока вот этот Начинает ломиться Тут сейчас Выскочат Братки Наваляют ему Он может быть Наваляет и им тоже Но вот это все Понимаете Такая вот Получается Суета Агрессия Возня Шум Этот Спокойно Собрался Вот когда Начинаешь Смотреть на этот Процесс Кажется О-о-о-о Не ну такими темпами Знаете ли мы Никогда Ничего подобного Вот именно Что он вовремя Выйдет Он будет Настойчиво Не торопясь Идти И он точно Придет с наименьшими Поделями Гораздо быстрее Чем вот этот Товарищ Вот так, просто между дел. А если это какая-то ситуация, где как себя надо представить, как надо себя вести, конечно же, надо вести спокойно, вежливо, размеренно. Надо показать всю свою адекватность, образованность, умение справляться с делами, опыт, с чем вы имели дело. Ничего форсировать в этой ситуации не надо. Проталкивать ее, продавливать и так далее. Так, ладно, увлеклась. Следующий камушек. Так, сама ситуация. О чем речь? Для вас это контрольная карта. Речь у нас о какой-то даме, королеве Жезлов. Ну, в общем, рассказываю, потому что и мужчина, и женщина спрашивают. Не всегда эта женщина, человек, ну, ладно, буду о ней как о женщине говорить, да. Эта женщина такая вот шустрая, деловая, активная, самостоятельная, энергичная, иногда вспыльчивая. Но она вот такая, ну, женщина с горячей душой, горячим сердцем. Потому она и вспыльчивая бывает. Просто она не может пройти мимо. Она не может равнодушно смотреть, когда люди делают что-нибудь неправильно. Ей хочется подсказать, помочь даже. Не то, что там подсказать. В общем, о каком-то человеке речь. Знака огня, вероятно. То есть, это у нас, может быть, кстати, не обязательно по солнцу. Такая вот энергетика может быть у человека. Овин, лев, стрелец. Так, совет. Совет, плюсы, кто или что может помочь. Здесь у нас человек, что не рекомендуют. Звезды, звезды, звезды. Четверка Пентакли. В этой колоде у меня ассоциация всегда, что вот это вот как бы мне подогнать либо себя под ситуацию, либо ситуацию под себя. Потому что что-то здесь вот немножечко как бы не стыкуется. Эта дверка и ее размер, и ее масштабы, и масштабы этой двери. То есть, соответственно, возможно, речь идет о чем-то, чем хочется владеть, что хочется сохранить или заиметь, заполучить как бы то, что мы в руках держим. И вот как бы это сделать, вот о чем может мысль быть. В этой ситуации, да, если мы хотим продвигаться, как говорится, грамотно, надо и действовать грамотно. Потому что король Пентакли, там вот был в первом раскладе рыцарь Пентакли. И король это, ну, грубо говоря, тот же рыцарь, только старше, опытнее, серьезнее, ну и богаче, наверное. Вот, король Пентакли. То есть, это у нас, естественно, человек очень практичный, очень, не знаю, хорошо управляющийся со всем, что связано с финансами, с вещами, с материальными разными вопросами. Он управляется шикарно. Он такой а-ля банкир, владелец каких-то богатств. И надо быть таким вот человеком практичным, максимально практичным. Звезда. Это, понимаете ли, это очень красивая энергия, замечательная. Но она настолько оторвана от реальности и от этих вот реалий земных. Она вообще, вот она голая, ей ничего не надо. Понимаете, она смотрит вдаль. Она любуется красотой. Она сама красивая, да, и смотрит вдаль. Она все замечательно. Но в этой ситуации это неуместно. Если мы хотим чего-то добиться, если мы хотим чем-то владеть, если мы хотим это, ну, как бы мне сделать так, чтобы у меня это получилось, или я это смогла взять, то надо быть человеком, который умеет брать, умеет считать деньги, умеет распоряжаться ими, умеет влиять на разных людей, ситуации с помощью тоже того, что он этим управляет, он этим владеет. И с помощью этих средств он умеет и людьми, собственно, немножечко их регулировать. Звезда – это отстраненность всегда. Это всё такое вот теория, абстракция какая-то, понимаете, не имеющая никакого отношения к практике. То есть это мечты, это очень такой вот полёт к звёздам. Это высокие мечты, далёкие мечты, сложно осуществимые в данный момент. То есть из разряда, да. Я хочу, например, мне надо, ну, я хочу что-то купить, мне надо определённую сумму денег. Вот товарищ король Пентакли, он реалист. То есть он берёт так, сколько у меня есть, какие у меня доходы, какие у меня затраты, ага-ага-ага, что я в итоге могу ежемесячно, как говорится, осилить, да, что я могу отложить, что мне по карману. А в звезде мы иногда, знаете, как мы улетаем очень высоко, мы мечтаем так красиво, абсолютно не считая, а оно у нас есть, чтобы это хотеть, чтобы этим завладеть. Вот это, в этом проблема большая. Так, в этих вопросах, в этом вопросе может помочь человек, который, либо у него есть средства, либо он очень хорошо распоряжается и умеет считать деньги. Ну, это кто может быть, кто угодно, не знаю, там отец, начальник, муж, какой-то мужчина, банкир, в конце концов, да, то есть здесь вот это вот, этот человек может помочь. Нет, здесь просто надо, основной фактор, что надо мыслить реалистично, практично. Всё, что просто красиво, классно и хотелось бы когда-то, может быть, оно тогда не воплотится в реальность, по крайней мере, в этот период времени, о котором вы подумали. То есть надо тогда будет, если это женщина, вот если вы мужчина, это женщина, вы за ней, допустим, ухаживаете, да, вот понимаете, ну, не знаю, может быть, конечно, она любит состоятельных мужчин, презентабельных мужчин, которые, то есть ей романтик с гитарой, голодранец не нужен, да, может быть, ей нужен человек, который может ей обеспечить, ну, безопасность её финансовую, поддержать её материально и так далее. То есть ей нужен человек обеспеченный, стабильный, надёжный, понятный, практичный, вот так. Потому что звезда – это вот чисто, да, такие романтики, песни у костра, ничего нет задушенной, и не надо, потому что ведь красота, любовь, красивое будущее какое-то прекрасное, но это, видимо, этого она может не захотеть. То есть если вы хотите её уже, допустим, привлечь её внимание, вы должны какими-то подарками, поступками, вот чтобы она чувствовала, что вы есть. Просто улыбнулся, позвонил, смайлик отправил, здесь это, вот с ней это не сработает, не сработает. Да, это может быть такая яркая вот дамочка, которая прям запала вам запала. Лунный камень. Ситуация, которую описывают. Рыцарь кубков, человек, ну обычно это достаточно молодой человек или девушка, просто рыцарь может быть как мужского, так и женского пола, естественно. В общем, рассказать, так вообще у нас и королева может быть любого пола. То есть речь о романтике, о принце на белом коне, о любви, о романтических отношениях, о влюблённости, о каких-то мечтах, о какой-то красоте, впечатлениях каких-то. Если это поездка, то она вот такая для удовольствия или ради того, чтобы расслабиться, отдохнуть, искупаться, получить какие-то впечатления, расслабиться. Ну расслабиться я уже говорила, да, ну в общем вот так вот. Так, либо гость. Либо объяснение в любви, либо предложение руки и сердца. Всё это может быть в Рыцаре кубков. Так, смотрим. Совет. Плюсы ситуации, совет. Что не рекомендуют. Так. На дне колода восьмёрка кубков. Восьмёрка кубков. Карта усталости и ухода. Откуда? Непонятно. Недовольство или нестабильность ситуации какой-то. Может быть с этим человеком, про которого вы думаете. Вот эти романтические отношения, которые, например, зарождаются. Да, интерес появился какой-то романтический. Но ситуация не постоянна, и что-то колеблется изо дня в день, да, и нет уверенности какой-то. Так. Советую. Семёрка жезлов. Карта борьбы. Карта настойчивости. И карта, ну как видите, преодоления каких-то препятствий. Простите меня. Элементарно. И настаивание на своём, даже если есть какое-то противодействие. Особенно со стороны других людей. То есть если есть тот человек, есть вы, и вдруг есть кто-то, кто, не знаю, лезет в отношения, мешает, или ещё что-то там, не знаю, в общем, каким-то образом препятствует тому, чтобы вы нормально могли общаться, то карты советуют, ну, постоять за себя, назовём так. Отшельник. Ну и ладно тогда, раз мам меня не пустила, значит, тогда, ну и бог с ним. Не буду тогда вообще с ним общаться, допустим, с этим мальчиком или девушкой, да. То есть отшельник, естественно, это карта ухода, отстранения. Нет, здесь есть смысл побороться, говорят карты, за что-то. Всё-таки попытаться ещё раз побороться за этого человека, попытаться добиться внимания, расположения. То есть надо проявлять собственную активность и инициативу. Отшельник – это вообще, понимаете, человека не видно, не слышно. Он вот где-то там, вдали отстраняется, прячется, уходит. И, понимаете, его можно просто не заметить. Такого человека не заметить сложно. Так, ну, из разряда, что надо делать, что не надо. Обязательно надо, конечно, разговаривать. Надо, ну, не знаю, не получилось, допустим, один раз подойти, надо пробовать ещё раз. А не из разряда «Ой, да, не получилось». Ну, всё, и вот всё, сразу, то есть отшельник, он вообще уходит. Он вообще никак не взаимодействует. Он вообще такой товарищ непарный, аскет. Постоянно идёт отказ от всего, от чего именно. Если вы в постоянных отношениях, например, да, и вы хотите, как, вот, например, мне возродить как-то романтику, любовь, вот эту чувственность в отношениях. Как это сделать, допустим, там, чуть ли не на грани ухода, да, на грани расставания отношений. Ну, надо же проявлять активность. И потом я хочу сказать, что, допустим, сексуальная активность, вот эти аспекты, они немаловажны, потому что отшельник, он же вообще, понимаете, он не живёт этой жизнью. Он отказывается, он воздерживается от этого. То есть, это не способствует тоже. Так, что ещё может быть? Бороться надо, короче, бороться, активничать, работать, делать, преодолевать. Не избегать, не уходить, не уединяться, не отстраняться, если вы хотите, чтобы это, если это просто какая-то мечта, желание такое, которое вам, ну, как бы, не знаю, вы играете этим желанием в своём воображении. Может быть, даже не обязательно об отношениях, может быть, что-то совсем другое, то, что вам хотелось бы, потому что это же карта ещё и мечтателя. Это нормально. Все какие-то начинания, все какие-то проекты, они начинаются, в принципе, с того, что у кого-то разыгралось воображение. Это здорово, потому что это как-то творчество, по сути своей. Но надо что-то делать, понимаете? Ничего не делать, то есть, вот помечтал и ушёл, всё, типа, ну и ладно, да, вот, нет, 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 делать я не буду, не-не-не-не-не-не. Так не надо. Да, в общем, нужна активность, инициатива, и надо не бояться преодолевать какие-то небольшие препятствия. Уходить, отстраняться, отказываться, прятаться, слишком много размышлять на эту тему, понимаете, размышления. Отшельник, он же уходит глубоко в себя, в какие-то рассуждения, размышления, он копается в себе, он ищет какие-то ответы в глубинах души. Но в этой ситуации это неправильно. Тут надо руками, рукава засучили и пошли. Пыхтеть, потеть, как говорится, делать надо что-то. Делать. Вот что сказали карты, дорогие друзья. Я надеюсь, эта игра была хоть сколько-то полезна для вас. Вы получили какие-то ответы на свои вопросы, хотя бы ориентиры какие-то. И это вам поможет понять, что надо делать. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»